Футбол заиграл новыми звуками и ощущениями. После обычной травы искусственное поле открывает простор для повышения навыков. Четкие подкаты, крепкое сцепление, а в переводе – голы. Ну поле, конечно, гораздо качество сравнений никакого. Если на улице мы играли два кирпича вместо ворот, то о чем говорить об этой искусственной поляне. Пусть оно не натуральное поле, но это просто сказка для ребятишек. И уходить от этой сказки не хотели поле корейского покрытия профессионального уровня по всем нормам FIFA. Чтобы дети уже не только репетировали победы, но и совершали их. Появить такое поле 20 лет назад играли бы в серьезных клубах, сказал председатель спорткомитета Славгорода Вячеслав Пулин. Мы сразу изначально ставили перед собой задачу не тренировочное поле, а чтобы покрытие было именно профессионально, так скажем. Чтобы оно было 6 сантиметров высотой. Оно соответствовало всем критериям. То есть жесткости и, соответственно, долговечности. А в Заринске новое искусственное поле будет работать на взрослую команду. Раньше футболистов даже не удавалось собрать полным составом. Негде было. Старое покрытие стадиона «Юность» не ремонтировали 31 год. Теперь вместо вытоптанного газона покрытие, которое требует минимум ухода и которое уводит лужи дренажной системой. У нас на самом деле была небольшая стрижка по срокам, но основной наш критерий – это качество. Качество есть, мы видим. И поэтому мы готовы сделать следующий шаг. А следующий шаг – это ремонт спортивных залов, общежитий для того, чтобы уже полноценно подготовиться к Олимпиаде городов, которая пройдет у нас летом в 21-м поле. К слову, это один из первых полей, открытых по проекту «Спорт. Норма жизни». На их реконструкцию было потрачено 90 миллионов рублей. С искусственным полем в футбол, говорят эксперты, даже на открытых стадионах может стать круглогодичным. Никита Ромаков. День с толком.